Добрый день! В эфире «Якутск сегодня» в студии Розалия Ксенофонтова, а также моя соведущая Юлия Смольникова. Здравствуйте еще раз. И сегодня мы говорим о переводческой деятельности, о переводах якутских авторов на русский и другие языки, и также о переводах авторов иностранных, других национальностей на якутский язык. И рада представить вам нашего сегодняшнего гостя Жанна Леонтьева, отличник печати Якутии, лауреат премии Союза журналистов Республики «Золотое перо», журналист, поэт и переводчик. Жанна, добрый день! Добрый день! Спасибо вам большое за ваше приглашение. Уверена, что у нас будет очень содержательный разговор, интересный. Я напоминаю нашим зрителям и радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете к нам присоединиться, задать свой интересующий вопрос по номеру 320066 и 321166. Жанна, расскажите, пожалуйста, вы уже не первый год занимаетесь переводческой деятельностью, переводите с русского языка на якутский как детские произведения, прозу получается. И расскажите, пожалуйста, о своей переводческой деятельности. Ну, стоит сказать, что не сказать, что это прямо уж я переводчик. Основное, не основное. Да, не основная моя деятельность. Я детский журналист. Вот работаю 20 лет в республиканской детской газете «Кескил». Это газета моего детства. Я там была юным корреспондентом. Это то место, где очень долго работал народный писатель Якутии Николай Егорович Мординов Аммад Чагая и легендарная журналистка детской печати и вообще журналистики Якутии Нина Регентьевна Протопопова, которая 50 лет возглавляла эту газету. И, конечно же, многие писатели начинали свой путь именно с детской газеты «Белембол» и «Кескил». И некоторые даже работали. А когда вы решили, что вы хотите не только писать, да, как журналист, но и переводить произведения, как это пришло к вам? Ну, мои первые переводы вышли на страницах, ну, опять же, наших детских газет «Кескил». Ну, если синхронизировать, да, это, ну, мою скромную деятельность в сфере перевода, то я вот начала с перевода стихов детского автора Галины Ивановой Айтына, которая живет в Усть-Солданском лосе в селе Барагонце. Она автор нескольких гимнов и автор замечательных книг для детей. Вот, она сама воспитательница в детском саду была, и я перевела ее якутские стихи вот сразу на французский язык. Я изначально хотела поступить не на журналистику, а на факультет иностранных языков, но в тот год не разрешили подавать документы на два учебных заведения, и поэтому я выбрала журналистику. Я когда училась на отделении журналистики, то я ностальгировала сильно по иностранному языку, и, может быть, вот это повлияло. И я так смело взялась за ее рукопись и вот перевела на французский язык. Но я знаю, что мои переводы использовали на уроках французского языка, и эти переводы сохранятся у автора, у Галины Ивановой. И потом в студенчестве я помню, что был юбилейный год Александра Пушкина, и у нас в университете был ансамбль «Айлган», и я перевела стихотворение Пушкина «Отее очарование» на якутский язык. И мы вот это, я помню, что мы спели и стали дипломантами студенческого фестиваля. Вот с этого и началось, наверное. Мне кажется, переводить стихотворение – это очень сложно, потому что нужно понимать вообще замысел автора, расшифровывать его метафоры, так сказать. Вот с чем вы сталкиваетесь, когда переводите именно стихотворение? Ну вообще это быть переводчиками – это очень ответственный момент. Это касается не только поэзии, но и прозы, и драмы. И я считаю, что важно переводчику тоже обладать писательским даром или иметь отношение к творчеству. Вот тогда и переводы скорее получатся как-то живыми образами с художественным словом. Ну важно при этом переводчику художественное произведение ещё разнообразить художественные слова. И важно не отступать от концепции и от эстетики автора, которого переводишь. Бывает так, что вы хотите что-то своё внести? Обязательно. Это и есть некая проблема, потому что переводчик и автор, они в произведении могут оказаться и не сотрудничать, а наоборот конфликтовать. Допустим, я читаю оригинал произведения, и я хочу там что-то переделать. Вот в этом и заключается конфликт. Но такое тоже бывает, и это естественно. Но важно, опять же, не отойти от концепции автора. И идеальный вариант, что если с концепцией автора переводчик... Согласен. Да, можно так сказать, согласен, и вот тогда это как-то... Легко, ну легче получается. Да, легче получается. А как вы отбираете произведения для перевода? Ну то есть это то, что нравится лично вам, или, может быть, это заказ, или как вообще это происходит? Ну в моей практике я ничего не отбирала, можно сказать. Я делала то, что вот мне давали, да? Я работала с юкагирским писателем Николаем Куриловым. Он пишет в основном на юкагирском и на русском. Вы на якутский переводили? Я переводила на якутский язык. Это произошло с подачи моего старшего коллеги Николая Прокопьевича Васильев, который очень долго трудился в редакции газеток «Эскилл» и «Юна Севера», «Белембол». Оказывается, он несколько раз переводил Николая Курилова. И когда он уходил на пенсию, он... Да, вот это занятие этого автора он передал мне, вот как бы, да? Он пришел, Николай Николаевич, и это... Я хочу познакомить вас с новым вашим переводчиком, она будет вас переводить. Я стала переводить, он мне принес вот три рассказа детских, на русском были написаны. И в 2013 году эти переводы были опубликованы... В журнале «Челбон». В журнале «Челбон». В журнале «Челбон», ага. Да, ну, очень... Это очень интересный момент был для меня, и как бы это... Я волновалась. Даже некоторые мои коллеги помнят, которые сидели со мной в одном кабинете. Например, Анатолий Николаевич Павлов добыл, он мне давал вот ценные советы, как перевести и так далее. Потому что там как раз и было это вот столкновение автора и переводчика, да? Вы еще говорили, что сегодня очень актуален вопрос переводов детских произведений на якутские языки. Вот совершенно недавно вы стали переводчиком сказки народной, да? Да. Тау-Тау, пожалуйста, об этом расскажите. Вот в 2021 году вышла вот эта книга. В конце года, да. Да, в конце года «Старушка Тау-Тау». Его адаптировал на современный лад молодой человек Николай Татаринов. И мне они обратились в 2020 году... С просьбой перевести на русского на якутский. Да, с просьбой перевести с русского на якутский. Было то время, как раз вот в то время началась пандемия. И мы удаленно работали. Я еще параллельно училась в магистратуре, дистанционно. И вот как-то вот самое то было предложение, наоборот. У вас все совпало. Трудно было привыкать к пандемийных условиям и так далее. Я сразу взялась. Я даже не думала, какой там текст и так далее. Отправьте, я сказала. Мне позвонила Дария Татаринова. Это супруга Николая Татаринова. Она сама стилист и визажист. Я вот прочла, и мне очень понравился авторский слог. Вот действительно так с детским тоном как-то вот всего это. А вы когда переводили, вы как-то адаптировали якутский язык под детей, чтобы он был понятен? Да, да, да. Использовали какие-то разговорные? Разговорные, и потом, ну... Ну вот особенности перевода именно детских изданий. Писать для детей на самом-то деле очень сложно. Может быть, из-за этого есть эта нехватка детских авторов, да? А тут прямо это как-то вот... Ну была бы я русским редактором, да? Даже ничего не стала бы менять там это. Настолько вот текст хороший, и я с удовольствием перевела. А вот сегодня встаёт вопрос о сохранении якутского языка. Очень много мы об этом говорим, да? И вы, как человек, работающий именно с якутским языком, можете отметить то, что вот, ну, прощают больше якутский язык, когда детские какие-то издания, или наоборот, он более литературный становится? Именно в детских произведениях, сказках, например. Ну, сегодня мы сталкиваемся с тем, что дети мало понимают якутский язык. Больше на русском говорят. И вот когда родители читают сказки на якутском языке, например, чтобы детям был понятен этот язык, чтобы не было очень сложных слов, либо наоборот, сейчас присутствуют в сказках якутских. Нет, сейчас вот как раз очень это выходят такие современные книги с использованием новых инновационных технологий, да? И вот сам автор, вот, ну, и Николай, и Дария, они вот прочли вот мой перевод. Даша мне сразу сказала, я вот сделала перевод и ей отправила. А она вот о двухлетней дочке, нет, в то время было три года, что ли, в общем, рассказала сказку, и она послушала. И она мне сказала, что... Да, поняла. И, да, я сказала, что сейчас очень много издаётся, вот много книг, благо у нас есть издательство Аяр, и вот была у них замечательная книга «Мамонтёнок Меники». Эту книгу написала моя коллега, она была моим главным редактором, у нас в редакции газеты, и она написала, и эту книгу перевели на английский язык, и эта книга выиграла в большом конкурсе, и в российском. И автор Евдокия Ренцеева стала обладателем премии имени Марии Шавель. Жанна, спасибо большое, что присоединились к нашему разговору. Вы сегодня уделили время, подошли к нам на эфир. Благодарим вас за вашу работу, желаем, чтобы у вас и дальше было очень много интересных проектов, за которые вы возьмётесь. Спасибо. Спасибо большое. Итак, мы продолжаем наш эфир, и у нас второй гость – это Ольга Фролова, заведующая редакцией художественной литературы национальной издательской компании «Аяр». Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Пожалуйста, о проектах, которые сегодня издаёт «Аяр» для детей, для взрослых на якутском языке. С какими проектами сейчас работаете, что уже подготовили для читателей? Ну, так как у нас сегодня разговор о переводе, хочу сказать, что наше издательство очень много внимания уделяет именно детской литературе, переводческой, то есть переводится с якутского на русский и далее, да, и с русского на якутский также. Например, наши дети, никто с этим не спорит, они всё время смотрят, очень часто телевизор, да, есть любимые мультики, есть любимые всем известные герои. Таким образом, например, у нас издаётся вот такая книга «Три кота», переведённая на якутский язык, но при том она учит читать на якутском языке. То есть ребёнок со своими любимыми русскоязычными вроде героями вдруг начинает разговаривать и писать на якутском языке. Также мы переводим не только русские книги и произведения, но и обращаемся к авторам иностранным. Наши редакции очень хорошо работают именно для того, чтобы издательство выходило за пределы республики и за пределы Российской Федерации тоже. Так вот, например, у нас вышла книга с английского языка переведена «Инуитская легенда». «Инуитская легенда» из Канады, она заговорила у нас на якутском языке. «Тулаях» — «Юриконна» — «Юрингэхэ». То есть это всё-таки северная тема, она более близка нам, да. И когда наши редакторы работают с такими вещами, они обращают большое внимание ещё на датацию под якутский менталитет, под национальный менталитет, да. То есть какие-то вещи пытаются сгладить, где-то привнести нашу этническую нотку, скажем так. Извините, я вас прерву. Нам сказали, что есть телефонный звонок. Пожалуйста, здравствуйте. Мы вас слушаем. Какой у вас вопрос? Ага. А вот я хочу вопрос Жане задать. Меня Валерий Иванович зовут. Ой, мы передадим Жане ваш вопрос. Вы можете озвучить сейчас у нас в студии Ольга Фролова, работники издательской компании «Аяр». А, ну ладно, тогда. Хорошо, спасибо за звонок. Ага, пожалуйста, Ольга. Также, конечно, мы обязательно и северную литературу, и всем известных авторов, и наших авторов пытаемся донести до других народов. Не только по России, например, да, но и на другие языки. Поэтому вот одна из наших гордостей – это книга, это скорее коллекционная, подарочная книга, она на семи языках, включая японский. Здесь у нас нифрский, да, вот здесь у нас произведения санги, переведённые на шесть языков, на его родном языке, плюс ещё шесть языков. Прекрасная, иллюстрированная, ну вот такой вот, это больше всё-таки подарочный. Я сомневаюсь, что какой-то ребёнок сразу на семи языках будет разговаривать и читать эти сказки. Но, тем не менее, это прекрасное издание. Как можно ещё сказать, что мы обращаем большое внимание на литературу, которая вызывает большой интерес широкой публике. Например, наш земляк Андрей Геласьмов, да, и его нашумевшая жажда, она в прошлом году в виде сборника вот этой повести и рассказов увидела свет на якутском языке под названием «Утаты». И была очень высоко оценена нашими переводчиками, специалистами, литературоведами, а также читателями. Переводили их Данил Макеев, Гуринов Арчелан, и мой коллега Валерий Луковцев-Джерустан. А среди читателей пользуются популярностью такие книги? Ведь многие читают на оригинале, но на русском языке. Среди читателей всё-таки это, пускай не самым большим интересом, но всё-таки пользуются, потому что очень часто человеку, который учился всю жизнь говорить на одном языке, учился в якутской школе, да, ему проще воспринимать информацию на своём родном языке. Ему сложнее читать, наверное. Вот есть, конечно, которые только по-русски читают и так воспринимают, но есть всё равно большой пласт тех, кто, особенно пожилые люди, да, люди старше сорока лет, им, конечно, будет интереснее читать вот это ты на якутском языке. Тем более здесь переводы очень качественные, очень хорошие, высоколитературные, а не просто так, не как подстрочники. А сейчас есть какой-то план работы на 2022 год? Ну, конечно, у нас на 2022 год большой план, а из них большой, широкий, скажем так, да, по тематическому плану выпускается литература, в редакции заказных изданий, в редакции массовой литературы. Что конкретно по переводческой литературе сказать, мы сейчас готовим, например, наверное, у всех на слуху, все интересующиеся люди знают нашего переводчика Альбину Борисову Слепцову. Она в этом году готовит большой свой сборник переводов. Туда вошли классика, начиная от Аюнского и заканчивая современниками нашими, Гаврилом Андросовым, Натальей Ивановной Харлампевой. Это будет великолепный сборник, куда вошли и проза, и поэзия, и, конечно, она сделана на очень высоком уровне, потому что это всё-таки профессионализм и огромнейший опыт работы. А наоборот, переводы с якутского на русский язык? С якутского на русский язык тоже, конечно, переводятся. Но вот как раз Альбина Андриановна перевела с якутского на русский язык. И мне кажется, что действительно большой смысл имеет переводить именно классическую литературу и именно, может быть, фольклорную литературу для того, чтобы ознакомить более широкий круг читателей именно с культурой якутской. А не переводить что-то, ну, например, детективы там, да, потому что, ну, это книги для чтения, для ежедневного чтения, а для того, чтобы делиться именно культурой и духовным богатством, нужны переводы именно вот таких вещей. Или, например, у нас была переведена книга, как же она называлась по-русски, про девушку-шаманку, да, Криней Кистеля Милова называлась. Она была переведена на русский язык, потому что сама тема шаманизма, она очень интересна и очень широкому кругу читателей. Естественно, люди ищут про неё информацию, естественно, про неё наслышаны и русскоязычное население, и якутское население, и каждый выбирает по себе, и даже на фестивалях, когда мы ездим по России со своими книгами, она высоким очень спросом пользуется. И вот такого плана книги, да, краеведческая литература очень высоким спросом пользуется, постоянно переводится, например, «Деревянное зодчество» переведено, да, «Якутский нож», «Мандарус», его произведения переводятся, потому что они несут в себе именно тот пласт нашей духовной культуры, нашего духовного богатства. И этим мы интересны, и этим мы и отличаемся от других народов, поэтому и привлекаем. Есть ли спрос у населения среди перевода классики мировой литературы, ну, либо там русская классика на якутский язык? На якутский язык русская классика в основном переводится тоже для детей. Всё-таки, скажем так, определённый возраст, да, они привыкли читать Пушкина на пушкинском русском языке. Но, тем не менее, Пушкин, Шарль Перо, сказки вот эти, они переводятся на якутский язык. Есть сказки «Кюлчэне», есть наши легенды, которые переведены, вот выходят книги на двух языках, да, там наши легенды на якутском и на русском. И знаете, несмотря на то, что читатель знает только один язык, он всё равно эту книгу покупает, ему интересно. В сказке Пушкина неизменно пользуются, конечно, спросом, поэтому классика всегда в тренде, в любом случае. А больше идёт на перевод запрос, если мы говорим про современных авторов, да, например, это от автора идёт запрос «я хочу, чтобы мою книгу перевели» или от издательства? Это, конечно, всё-таки больше от издательств идёт, потому что издательства всегда испытывают некоторую конкуренцию и испытывают постоянную потребность удовлетворять спрос. То есть они мониторят, да, литературу мониторят, интересные вещи мониторят и потом предлагают, да, вот у нас как происходит, да, выносится на обсуждение, предлагается, будет ли это интересно на якутском языке нашему читателю, например, да. Таким образом, мы в этом году в качестве проекта собираемся переводить на якутский язык Айгиза Баймухамедова. Это молодой, но очень известный уже башкирский писатель. Он переведён не только на русский язык, но на очень многое количество тюркских языков. И почему бы ему не заговорить на якутском языке? От автора мы уже согласие, скажем, получили. Он рад именно потому, что на тюркском языке дальше его произведение будет у нас разговаривать. Что касается перевода якутских произведений на иностранные языки, тут какие наиболее часто встречающиеся языки, кроме русского языка? Ну, конечно, это в первую очередь английский язык и тюркские языки. Это Казахстан, это у нас есть уже какие-то налаженные связи с Ираном, есть у нас налаженные связи с Канадой, с Америкой, да, на английский язык тоже. А это какого жанра произведения? Это тоже в основном детская литература или в основном вот такая литература, которая несёт какую-то этнографическую, этническую ценность. Вот такие вещи интересуют, да. Или вот, например, истории какие-то очень оригинальные, как про Карину, например. Вот такие вещи, они всегда интересуют и всегда вызывают большой интерес не только в русской, но и в зарубежной литературе, и у зарубежных издателей. Здорово. Ну, давайте вернёмся к тому, с чего мы начали, да. Вот детская литература, три кота. Очень интересно, а есть ли в планах какие-то другие мультипликационные герои? Если не секрет, можете поделиться. Нет, ну, конечно, работа постоянно ведётся, постоянно мониторится, постоянно рассматривается и мониторятся интересы наших детей, да, как меняются вкусы. И, конечно, наши редакторы постоянно над этим работают. Мы не будем говорить, например, что нас ждёт, да, получится, не получится, но, уверяю вас, регулярно будут выходить вот такие же интересные вещи. Вот серия три, три кота даже это целая серия. Возможно, что-то ещё интереснее такое обязательно будет. Тогда мы пока будем в ожидании, да. Да, в ожидании можете, да. Заходите на наш сайт, там будут анонсы, там будут новинки, всегда можно будет посмотреть. А, ну, вы ещё, получается же, используете в изданиях там 3D какие-то технологии, чтобы книги оживали. Да, конечно, у нас очень много книг. Например, вот я, к сожалению, не взяла с собой эту книгу. В прошлом году вышла такая интересная книга про путешествия французов у нас. Она на двух языках, и она интерактивная. Там картинки оживают. Отлично. Ольга, спасибо большое. Будем ждать ещё интересных, классных книг, переведённых на якутский язык от издания Айяр. Спасибо, что присоединились сегодня к нашему эфиру и рассказали о деятельности. Спасибо за это приглашение. До свидания. Мы продолжаем наш эфир. И к нам присоединилась Александра Потапова, ведущая библиотекарь Краеведческого отдела библиотеки имени Белинского. Добрый день, Александра. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор о переводческой деятельности, о литературе. Сейчас поговорим, которая популярна именно в наших библиотеках. И насколько популярны литературы якутских авторов, переведённые на русский язык? Да, очень популярны, я скажу. Вот я принесла книжки Николая Якутского «Золотой ручей». Он 50-го года издание, переведённое. И есть также «Золотой ручей» 62-го года. Он, вот эти «Золотой ручей», «Судьба» очень популярны. И не только Николая Якутского, но также «Сафрона» Данилова, «Харакаталак», «Чёрный стерх» Николая, и Михаил Иван Гоголев. Он, вот классики в основном, очень популярны у нас. Ну, как сейчас тоже Ольга отметила, да, классика популярна всегда. И в основном Ольга сказала, что популярна ещё детская литература, переведённая всегда и на якутский язык, и с якутского на другие языки. Да, детская литература, переведённая у нас тоже есть. Тоже русские классики. Русские классики Лев Толстой, Александр Сергеевич Пушкин всегда у нас пользуются спросом. А кроме классической литературы, какие жанры вообще наиболее интересны людям? В основном рассказы, повести, сказки, детские сказки. У нас есть сборники именно якутских сказок, и такой большой сборник там есть и на якутском, и сразу на русском языках. Недавно была презентована «Маленький принц», да, книга, переведённая на якутский язык. По-моему, она пользовалась большой популярностью, да, среди читателей. Да, она у нас, к сожалению, в очень маленьком экземплярности пришла, и поэтому даже стояла, брали, читали и до сих пор спрашивают. А классическая мировая литература на якутском языке пользуется ли спросом? Ага, вот насчёт классической мировой литературы, она у нас, к сожалению, не такая большая, их у нас мало. Есть произведения Уильяма Шекспира Санетты в полном переводе Семёна Руфова, Чингиса Айтматова есть, и детские книжки, детские книжки Жанни Радари, Чаполина, и так. Ну, такого формата известные такие Ганс, Христиан, Андерсон. А можно ли сказать, что сегодня спрос повышается на именно якутскую детскую литературу? Родители больше начали брать и запрашивать такие книги на якутском языке? На якутском языке? Да, где, мне кажется, всегда был спрос и до сих пор есть. И переводы тоже очень... Именно якутских авторов просят якутских авторов, якутские произведения детские на русском языке. А из современных авторов кто наиболее популярен? Можете отметить кого-то? Из современных авторов. А сейчас Виталий Егоров. Ну, у него только одна книжка, переведённая на якутский язык с русского. Иван Мигалкин тоже, он переводит свои якутские произведения. Также детские и взрослые. Сейчас нам как раз показывали, что у издательства ЯР вышла книга «Жажда», да, Геласимова, на якутском языке. И, возможно, у вас тоже есть, да? Да, да. И она тоже у нас была в очереди. Всё, что издаётся на издательстве ЯР, она... Эти книги все у нас есть. Можете подойти в библиотеку, записаться к нам и с удовольствием читать. Все вот эти переводы якутские. Также очень популярна вот Эпос Оланхо, Нюргун Баатур стремительный, Элес Баатур. Их переводили на несколько языков. А также Владимир Санги тоже на семь языков переведённая книга. Как раз Ольга тоже нам показывала. Она отметила, что это больше такая коллекционная книга, но я так понимаю, что пользуется популярностью у читателей. А именно краеведческая литература, то есть не художественная, да, а о Якутии? О Якутии книги я не сказала бы, что переводы есть, но есть литература и на якутском языке, и на русском языке. Ну, больше на якутском, я сказала бы. Если говорить о возрастной категории, да, больше читают переводы, это подростки, молодёжь или взрослое население? Взрослое. Ну, вот наше старшее поколение в основном берут, чтобы перечитывать классиков, да, якутских классиков. В основном берут на якутском языке, а так молодёжь читает в основном на русском языке. Оригинал, можно так сказать, да? Да, да, оригинал. Спросом пользуются, в принципе, в детской, берут и на русском, и на якутском языках. Популярно. Кстати, насчёт книги, да, которые переводились на якутский язык, опять же, нам сегодня показывали детские книги «Трикота». Да, да, да. Тоже у вас, наверное, такие есть книги? Да, вот недавно поступили в январе месяце книжки новые. Они у нас доступны в нашей библиотеке. Сразу их тоже начинают заказывать и в очереди эти книги или? Ну, к сожалению, их мало, поэтому они у нас в читальном зале стоят. В читальном зале приходят и читают книжки. Ну, они такие маленькие книжки вот эти, и с детьми приходят и так сидят. Рассказывают прямо, да, получается такое обучение вместе с родителями. А можете отметить или рассказать о том, как семейное чтение сейчас продвигается, то, что люди могут, там, с бабушками особенно приходят, да, внуки и бабушки подбирают книги? Да, в основном приходят, ага. Ну, в основном с детьми, молодые, вот молодёжь, так сказать, да, среднего возраста с детьми приходят. Ну, это основная масса, которые вот из семейных приходят, мамы с папой и с ребёнком знакомят. Классно. Знакомят с библиотекой, экскурсии проводим, мини-экскурсии для новых читателей. А так приходят с мамами, ну, со своим этим, бабушками, мамами, и они вместе читают. Вот средний возраст и с бабушкой. Читают в основном, конечно, классику, ну, и берут новые книги. Вот издательство Яр очень много книг выпускает новых. И на них у нас тоже очереди, на них у нас тоже всегда этот спрос, новые книги. А так, если нет, остаётся, то классику всё равно всегда читают. А вот вы говорите про издательство Яр, да, что всегда сразу же появляются их книги. А вы с ними как-то работаете вместе? То есть, например, если от читателей приходит какой-то запрос, что вот хорошо было бы, чтобы вот эту книгу перевели, например, на якутский язык. Какие-то есть такие? Прям по заказу у нас есть специальная такая книга пожеланий, тетрадки есть, которых у нас в библиотеке нету, и мы составляем список наиболее таких востребованных и передаём им на переиздание, если они могут это рассматривать. Ну и, несомненно, проводятся книжные презентации непосредственно и с авторами, да, и с издательствами. А Яр всегда присутствует на этих презентациях книг? Да, всегда, конечно. С Аяр у нас, да, в совместных мероприятиях очень много, в принципе, всегда к детям. Ну и не может не радовать, что сейчас очень большое внимание уделяется именно детской литературе, да, что издают и обучающего характера книги на якутском языке, чтобы родителям было легче. Да, сейчас, да, очень много разнообразия вот этих обучающих, именно, чтобы пошагово, даже для родителей пособие, да, как общаться с ребёнком. Вот такого формата очень много книг. Красочные, красивые, чтобы ребёнок именно вот захотел прочитать, что же это, что за рисунок, типа такого. Ну и книги, которые оживают, 3D-книги. Да, по QR, ну вот этим штрих-кодам, да, у журнала «Чо, ранчик-колокольчик» есть такой тоже этот на обложке, даже внутри наводишь через телефон, и там она двигается, поёт, очень такая интересная. И в книгах тоже такое есть. Есть 3D-книги, которые вот открываешь, она там прям заэтует, и тоже с музыкой обязательно. Ну, дети, наверное, сейчас очень прям обожают такие книги, да, с технологиями новыми. Ага. Прям вот в сторону. О, здесь есть штрих-код, давайте попробуем. Уже даже не надо учить, да? Да, у них уже всё... Всё знают. И они лучше вас знают. А какие-то, может быть, у вас... Вы сказали, что у вас в читальном зале, да, есть книги, дети приходят, с родителями занимаются. А может быть, вы проводите тоже какие-то мероприятия, связанные с этим, да, в читальном зале, с детьми? Да, у нас очень много проектов по всей ЦБС, в нашей библиотеке тоже. У меня, например, есть проект «Писатель Белинки». Он у меня детский. Я приглашаю писателей, непосредственно писателей, и дети общаются непосредственно с читателем, задают ему вопросы. Это очень увлекает, это очень интересно, оказывается. А как можно узнать про ваше мероприятие, когда, где? У нас есть сайт ЦБС и КТ, там все афиши выводятся, да. И, конечно же, в Инстаграм, страница у каждой библиотеки есть, ЦБС, и можно зайти на страницу любой библиотеки, узнать о предстоящих мероприятиях. Ну что ж, Александра, спасибо большое, что пришли, рассказали нам о своей деятельности, о книгах, которые популярны сегодня среди наших читателей. Я благодарю наших зрителей за то, чтобы вы были с нами. Это была передача Якутс Сегодня. До свидания.